А вы, народ, с вами Анастезия, и мы продолжаем проходить Dragon Age Origins. Я сразу извиняюсь за свое долгое отсутствие. Я сейчас так и буду пропадать, потому что у меня наносу зачетная неделя. Видосы будут победить, я даже не знаю, когда, когда у меня будет субботное время. То есть уже не по вторникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям, а тогда, когда я буду не занята. Ну это, блин, я не знаю, это может быть на месяц. Потому что в декабре надо будет все сдавать, это. И сейчас надо готовиться. И времени мне просто. Но я буду стараться все-таки что-то выпускать. Не всегда, конечно, но как-то в какое-нибудь свободное время, так скажем. Завтра видео точно не будет. В пятницу, да, точно не будет. В субботу, может быть. Посмотрим. Ну и насчет воскресенья я тоже не знаю. В это воскресенье я вообще выложить ничего не смогла. Не получилось у меня. Да и вообще, меня уже довольно давно не было. Так, кто там у нас стрелял? Тут где-то ловушка, вы знаете. Да, только что-то я ее не могу никак обезвредить. Так что побежим так. Туда идем? Давайте. Ну, стежьте. Я думаю, сегодня мыслом не должны что-то рассеять. Тебе поздно. Постараемся, наверное. Опять Алистеру не ведет. Опять Алистер на орехи. Пусть какое-то. Надо тебе телосложение повысить. Все нормально будет. Есть. Ясно, чем он стрелял. Болистский. Кого ты там стреляешь? Там никого нет. Я вряд ли не помню, почему он стрелял. Все? Дайте мне теперь что-нибудь, пожалуйста. Ледяные болты. Мне это все надо. Нет. Ай, Стэн. Так, я еще никто не задействовал. Бежим по моей траектории. Здесь мы с вами закончили. Совсем вроде, да? Теперь надо бежать обратно. Здесь вроде бы как все. Хотя я не ручаюсь. Мне правда интересно, когда тут успела все снегом замести? Мы вроде не так давно отсюда уходили. Здесь было еще вроде лето. Ну или осень, не знаю. А вот и Кайлан. А вот и Кайлан. У него, по идее, должны быть все ребра нафиг переломаны. Он какой-то слишком, я не знаю, идеальный. Некромант. Ясно. Скелетов я тут, кстати, не люблю. Они слишком сильные. Выточают на верминтера того же самого. Так, Морриган, твоя очередь. Кто там у нас? А, вот, скелет маг. Нам еще скелетов магов не хватало. Морриган, ты будешь работать сегодня? Кто-то застряло, блин? Что? Разумная бабушка. Ладно, держать его. Удалось. Слово потеряло. Теперь мне досталось. Отлично. Ты подбивай ты. Отлично. Раз. Дальше половину смысла. Зараз. Дальше. Только мне попало сильно. Ой, там тут еще сзади? Я совсем забыла про это, что там еще и сзади оживилась. И Алистеру, на удивление, не так сильно попало. Попало мне в один раз. Вот сейчас будет бой. Успела заколоть до того, как Алистер пришел. Отлично. Значит, опыт мой. Уйди. Ай. Кварц. Да тут эти камни, по-моему, вообще не нужны. Ну, разве что для продажи. Да. Только я их даже для продажи не собираю, потому что тут, ну, очень маленький инвентарь. Отлично. Ну, вот, пожалуйста. Игона на стороне сейчас побежала. На самом поздоровом. Так. Здесь надо обязательно сохраниться. Я это сделаю. Потому что здесь будет эпичный бой сейчас. Капец, смотрите, тут все пошибали. Почему я только сейчас это заметила? Я как-то тогда в те... Не вращала внимание. Так, ладно. Потом все посмотрим. Я хочу посмотреть, что у нас тут. Тут у нас ящик. Капуидный щит. А, четыре. Кваристый, наверное, скажу, что будет потом щит. У меня есть оплод истинного короля. А, у нас. Теперь мы. Даже уже это место целое, собственно. Я не знаю, почти. Приветик. Что пройти? Ага. Снова. Черт. Главное, что они сейчас не бежали все на разом. Надо срочно обезвредить все ловушки. Их тут очень много. Где? Где ты обнаружила ловушку? Где? Где? Сейчас лучше с ней посадиться. Все, мы с вами все убили. Где ты еще ловушки? Я просто не вижу. А, вон они. Непрочная ловушка. Папка. Все сюда бегите, пожалуйста. А, вы уже сбежали, да? Оп. Морриган, ты здесь нужна. Не там, а там. Только тысяча сможешь помочь. Расстоять. Успела все-таки довести ее? Только не на всем запринаниях, где стоят. Потому что ты стоишь. И не там, где надо. Сделай ты уже что-нибудь, ну. Так много проблем. Так много проблем. Тут, кстати, должен быть один из глав. Которого есть. Ой. Дурого есть один из частей доспеха. Роза. Вроде да. Что это такое? Что это за мусор? А, там где-то же этот стоит. Точно. Блин, Морриган сейчас просто грохнут. Так, убегай оттуда вообще к чертям. Подожди, а когда ты успела исцелиться? Что ты сделал? У тебя, латные перчатки. Здорово. Башни и шала. Что же, вперед. Что башни и шала? Мы сейчас туда побежим, да. Я просто не понимаю, почему ты про это мне сейчас сказал. Не тормози, пожалуйста. Комп. Я еще не проснулась. Там еще должны быть где-то ловушки. Можно на халявный опыт получить. Баллиста. Могли бы мы баллистами воспользоваться, но они нам не понадобились. Мы и сами. С усами. Начали. Я это сделаю. Что ты сделаешь? Тут ничегошеньки. Ладно, уходим отсюда. У нас тут где-то должно быть что-то быть, нет? Я уже что-то подзабыла. Все-таки я эту игру знаю не так хорошо, как тот же Невервинтер. Я, блин, ее проходила всего один раз. Пробовала еще раз, потом забросила. Ай. Я не хотела. Ну, ты тормози. Чего ты хочешь от меня? Ладно, раз уж так, давайте с ним поговорим. Если это так необходимо. Флемет действительно так, им кажется? Но это от многого зависит. Кем же она кажется? Малификарам огромной силы. Узнать ты хочешь, то ли это Флемет, воспетая в легендах и преданиях? Скажи, насколько хорошо ты знаешь легенду эту? То, что Хасинды до сих пор о матери рассказывают, если хотят кого-то напугать. Меня больше интересует правда. Тебе я расскажу то, что от Флемет услышала сама. А ты реши, считать ли это правдой, если хочешь. Звучит интересно. Флемет была прелестна и молода когда-то. И в варварской земле красавица желание вызывала у всякого мужчины. Об этом знаем мы из песен бардов. А как давно это было? Многие столетия назад, когда эта земля названия Ферелден не имела. Легенды говорят, что Флемет влюбилась в барда Озена. И мужика Набара покинула она, из замка убежав. Ужасный человек ей за неверность поклялся отомстить. Набара Озен был муж ее, а Коннабар ревниво наблюдал за их семейством. Лорд Коннабар готов был много дать за Озена красивую жену. Он посулил власти богатства молодому Озену. Тот согласился. Фигеть. Он продал жену другому? Барды жизнь бедную ведут, а голод любовь обычно убивает. И Флемет предложила эту сделку. И все бы шло путем, если б лорд Коннабар был честен и выполнил условия. Но этот подлый человек был жаден. С добром он расставаться не хотел. Озена вывели в поле и убили. О духе об этом Флемет рассказали. И она о мести поклялась. Он ее продать хотел, а она еще за него мстить пошла. Отлично. Она говорила с духами или с демонами? Сначала с духами. Они убили Коннабара. Намного позже Флемет стала водиться с демоном. Конечно, Коннабаровы подельники устроили охоту на Флемет. И она укрылась в диких землях. Там ей демон встретился, который ей силу подарил. Просто так? Легенда говорит о Кормаке. Героя из героев. Который Флемет победил, когда она с огромной армией в Низины устремилась. Веками позже. Но все это ложь. Так в чем неправда? Она не нападала или ее не победили? А правда в том, что не было вторжения. Как Флемет говорит, Хассенды никогда не собирали войска под знаменем. Она же не воевала с человеком, носящим имя Кормак. А Кормак вел гражданскую войну, желая якобы искоренить зло, завладевшее умами аристократов. Резня была кровавой. Так он в герой выбился. Флемет же вошла в легенду позже. Возможно, из-за большой войны с Хассендами, которая в конце концов случилась. Мать говорит, что ей неведомо, как началась она. Почему Флемет живет так долго? Демон изнутри ее преобразил. Она не человек. А кто? Быть может, одержимая? Не знаю. Я знаю только то, что мать моя умна. И диким землям она принадлежит. Как и они ей. Но ей бессмертие не свойственно. Она умрет, если клинком ударить в сердце. Найдись такой клинок. Кровь в ее жилах течет. Легенда говорит, у Флемет было много дочерей. Ты спрашиваешь, есть ли у меня сестры? Я сама не раз вопросом этим задавалась. Легенда говорит, что в диких землях было много ведьм. Рассказы эти появились до моего рождения. Флемет не хочет говорить о дочерях. Пусть даже они существовали. Должна я верить, что первенцем ее была? Не думаю. Да ты, по-моему, вообще не ее дочка. Интересная история, спасибо. Флемет ее рассказывает более цветистым слогом, чем я. Однако ж, на здоровье. Могу ли тебя спросить о матери твоей? Родительницы редко бывают одержимыми из сказок и легенд. Но все ж мне любопытно. Моя мать умерла недавно. Я соболезную тебе, хоть это и не поможет. И думаю, что это очень мало. Однако не важно. Двигаться нам нужно. Ух ты, плюс пять. Спасибо. Этот разговор был очень продуктивен. Хотя Флемет, мне кажется, мы действительно ничего никогда не узнаем. Правду знает только она. Я думаю, она действительно Малификар. А она правда Малификар? Если что, если кто не помнит, не знает, Малификар это маги крови. А магия крови очень сильно возбраняется церковью. Из-за этого потом... Понятно. Из-за этого потом... Да что ж такое? Из-за этого потом можно объявить право уничтожения. То есть вырезает всех магов без разбора. Виновных, невиновных. Всех. Я, конечно, считаю, что это вообще фашизм, посравнить. Ну, блин. Да. Это фашизм. Потому что, ну, больше никак это... Кто сейчас, кто сейчас это сделал? Дайте я им горло пожму. Идём. Вот он. Как-то болевотина и стреляет. Я, короче, пошла выпечу. Потому что он слишком много доставляет хлопот. О, у меня уровень тоже, конечно. И жизнь, а за одно рост. Морик, он как-то, как обычно отстреливается где-то в стороне вообще. Я думаю, кстати, что... Что? Маленький чистый огненный кристалл. Нет, не нужен. Мне кажется, что из-за того, что мы с вами тут прочесали языком, где-то минут пять, может быть, может, даже больше, Астагар мы сегодня не осилим. По моей вине. А проходить тут ещё просто ого-го. Мы с вами ни одной сюжетной сетки не выполнили. Надо уже как-то торопиться, я не знаю. Ой, я же тебя уже проверяла. Ладно, я говорила, что хочу тебе повысить телосложение. А у тебя так оно нормально. Ну ладно. Что это у нас? Подавление. Ладно. И себе тоже надо. А себе-то что? Телосложение, естественно. Ну и силу воли тоже. И хитрость тоже. О, у меня уже влияние такое здоровое. Обалдеть. Я даже что-то не знал. Здесь у нас что? Калечащий удар и порыв. Что-то таки весь перерыва. Что возьмём? Давайте вот это возьмём. Так, что там? А, понятно. Ещё один генеральчик. Давай. Твоя очередь. Надо друг от друга далеко сильно не отходить. Всё-таки кучка у него сломаем из трейд. Безопаснее этого кто-то. Что ты стоишь-то, если надо тратиться? Или короче. Если мы с генералом, то вкроем их справиться. Всё поможет. Вот и порыв. Она быстро наносит. И да. Правда, она сейчас выдохнет. И да. Я так поняла. Если они выдыхаются, то... Это. Они промахиваются чаще. Большой треставший духовный кристалл. 10. А у меня что? У меня... Ну, а не 10. У меня сколько? 10. А, нет. Всё нормально. Тоже 10. А ещё... О, крикуны. Помните, я говорила, что я здесь ещё с вами крикунов встретил? Ну, по-моему, ещё. Вот, пожалуйста. Тоже порождение дюйма. Совершенно бесполезно. Ладно, пойдёмте посмотрим. Там какой-то заспех был. Щит, по-моему, или нет? Нет, будет сделано. Нагрудник. Забрал себе самое такое. Офигенное. Как по мне. А, я тебя уже проверяла? Всё. Склерозница. Какие же всё-таки мерзкие тваря. Зато у них есть деньги. Так, здесь у нас всё. Идём в башню и шал. Второй раз уже. Ну, как говорится, преступники всегда возвращаются на место преступления. Она же с вами тут преступниками разрисовала. Этот. Влады. Что это сейчас было вообще? Нет, я поняла, что это было. Так, что это было. Не будет, кстати, затягивать. Некровально. Он нас кинул какую-то огненную сферу. Я в ней никакого не вижу. А, обалдеть. А, вручание. Клип и пусты. Да. Они просто убиваются. С одного удара, по-моему, сносится нет. С одного удара. Так что, не удивляйтесь, что это много. Они всё равно. А, никчёмные, блин. Я реально перепугалась. Я даже чё-то как-то забыла, что он тут есть. Я помню, что он должен быть здесь, но есть у него. Рыстенько. Шигасим его. Потому что огры слишком много хлопа наносит. Особенно по ночам. Потом у нас будет очень-очень-очень большой орк. Ой, огры. Ну, как сказать. Он будет таких же размеров? Но это будет босс такой. Я не буду говорить, кто. Но, блин, нам ещё с вами до него далеко. Так что забудьте вообще о том, что я сейчас сказала. Как скажешь. Как только мы дойдём до этого огра, я вам сразу скажу, что это он. Если не забуду, что я это обещала вообще. Так. Здесь у нас ничего нет. Откуда такой туман, мне интересно? Здесь у нас баррикады стоят. Они побежали туда. Понятно, в обход. Ещё ворчание. Ещё ворчание. Как я уже это говорила. 200 с. В принципе, башню шала мы сами побудем не так долго. Нам надо прыгать в ту самую дыру, в которую мы не прыгнули в прошлый раз. Так что нам не придётся снова проходить все уровни, которые тут только есть вообще. Опа. Что это тут у нас? Понятно. Мусор, он и есть мусор. Чё я там надеюсь найти? Ботчички. Отлично. И тоже нифига. Тут вообще редко что полезное встречается. Дыра прямо-таки бездонная. Не хочу даже думать, куда она ведёт. Забаррикадированная дверь. Понятно. Просто посмотреть на неё, если хотите. Тут у нас ещё ничего нет. О, хорошо, что я не ушла. Нет, лучше бы ушла. Всё равно нифига. Как скажешь. Кольчурные ботиночки. Возьмём на всякий случай. Всё, в говне неси ко мне, серьёзно. Чё это за музыка заиграла? Чё там, опять что-то? Нет. Привет. Это уже не ворчание. Гарнген был. Гарнген был. Они гасится на снимок. Мне так понравилось это халява. Ну, что ты не смотришь? А? Понятно. Моего композитор можно и реакция. Я ненавижу пауков. Вот именно поэтому. Они меня пугают. Потому что они очень часто появляются и начинают вырисеть зону. Пауков тут бутно. Кстати, вспышка скверная. Вот если они тебя скверны шабанут, это будет очень неприятно. Потому что скверны отнимают у тебя жизни. Тут у нас тупик и ничего. Этот подвальчик напоминает эльфийские те склепы. Или как их там? Я не знаю. Которые дальше будут. В принципе, разрабы одни и те же. То есть, по-моему, Биавер вот это вот выпустил, да? Драгонейдши, Биаверджи, сделал, Господи, Невервинтер. Вот они в Невервинтере делали похожие локации вести стиль. Здесь все похоже. Кому-то сквер не поболтит. Всем. Всем дали проводить сквер. Отлично. Увидеть из нас холостай. Но это, к счастью, ненадолго все. Я есть хочу. Блин. Я постоянно хочу есть. Как только начинаю что-то записывать. Какой-то закон полностью. У нас тут одна дверь, да? Сохранимся, давайте. Давно не сохранялось, что-то. А этого делать категорически нельзя. Об этом нельзя добывать. Я разберсеркаю. О, чё этим. Мориган. Что здесь только дыр. Боище. Где-то побежал, ты или нет, пока. Ну, что там с танцами валятся себе, ты должна айта, конечно. Блин. Блин. Кто бы, блин, Мориган помог. Ах. Блин. Ее щас... Все. Все. Она просто сейчас ухадет. Придется мне мне аптечку тратить. Я поступила плохо. Да. Направила ее отмывая, что не сам. Я говорю, тут от магов очень много хлопот. Ну, и умеете его уйти, которые вырвались. Прости меня, Мориган. Вставай. Пора. Надо, кстати, расширить эту фигню. Ого. Все-таки, знаете, есть плюс в том, что у меня широкоэкранка. У меня вот слотов больше. У меня на ноутбуке столько слотов не было. Так, хорошо. Где твоя фигня? Где? Где аптечка? Вот она. Туплю. Сори. Аптечек нам с вами вообще не дают. Если я найду в каком-нибудь магазине аптечку, я обязательно ее куплю. Только надо об этом не забыть. Вовремя я тут сохранилась, да? Могла поумереть. О, все-таки мы с вами Астагарасили. Там полюбит мы уже. Там так все долго. Неразначально. Главное только, чтобы не отстануться сейчас. Не беру на руси. А вот это не. Спасибо. Что, ну, не то ли. А, почему они спеременны? Они тут крови порождения тьмы наглотали, что ли? Это пил. А я только что о тебе говорила. Блин. Смотри. Кого ты там сапожаешь? Да сколько вас тут вообще? Народили тут семейство. Паучье. У меня еще долго будет кот с этим? Недолго. по поводу куда побежали они откроются открылась аж два шлема солдата на фига они мне собственно если ими даже не пользуюсь естественно а я только не грузить долго пожалуйста с вами интересно время укладываем сюда укладываемся слушайте у нас даже чуть-чуть осталось времени а у тебя это воспоминание ты же не было там а это видение что-ли все запрыгался спасибо заходясь а это по-моему знаете это тот самый огар который кайлона завалил по-моему это действительно он отлично у него еще и полоска такая знаете как у боссов здорово я просто об этом мечтала ты можешь сделать вот так подходить конечно к нему очень опрометчиво ну да ладно пожалуйста тебе не стоило так далеко отбегать все же вот именно долго не парализовались ты огонь сверху не уже ну елки-палки как же есть а вот с этим надо разобраться молодец морган тебя аж повысили а чё всё взмирно будет продолжает поднимать пойдем ка я с ним убью ручку надо что ли оглушить его как-то а на него это не пист но ты остался один ты больше никого не восстановишь а вот что это не нельзя блин вот некроманты вы должны тоже откинуться вот правильно победа в войне люблю когда мне дают всякие ачивки вот это последний фрагмент могу лишь надеяться что мы будем носить их так же доблестно как он не переживай обязательно здесь у нас ничего я помню как я тут когда в первый раз играла я тут шастала еще очень долго потому что не знала что мне тут делать а оказывается надо было всего-то ничего и пойти дальше в смысле не дальше обратно пойти в смысле не дальше обратно пойти потому что здесь мы как бы все сделали кинжал дункана и меч дункана во здорово ща мы ща мы затаримся кинжальчиком тут должна быть какая-то статуя с халявным опытом но ее тут нет ладно а что лучше меч мэрика или все таки меч дункана так 4 4 нет это 5 вот этот заменяем теперь у нас с вами два розовых меча здорово гламурно моригон сейчас мы тебя повысим подожди а у них одинаковое но у них разные эти ну как там особенности этот все таки лучше его оставим давайте что там у тебя магия давай магию два и одно телосложение телосложение надо обязательно прокачивать тут никак так умелый травник он с холода хорошо бы но нам нужен вот этот вот огненный шар а потом гиена огненная да обязательно но как до этого долго идти черт теперь можем уходить обратно и вроде нас сейчас должны на карту вывести заставочка ну не тормози главное почему-то показывают ее одну а ты же не одна да сейчас будет заставочка такая не очень большая а они вот так и бросили его гнить мы должны что то сделать он король заслуживает погребального костра это был хороший человек он слишком на многое надеялся и слишком рано ушел из жизни он заслуживает тех скромных почестей которые мы в силах ему оказать главное полезла она нашли самую рыжую что то моя девчонка совсем самая понурая такая я по моему это больше всех расстроил мориган не одобряется мориган не одобряется алистера одобряется мориган почему-то такая вредная что мы должны были сделать еще и нельзя такие путешествия брать так значит мы с вами сейчас знаете куда двинемся мы с вами двинемся в рейт и тут где-то был выход только бы вспомнить где он вспомнить где он где он фиг его знает забыла я забыла забыла по-моему где-то там может с алистером поболтать а то с мориган поговорили с алистером не говорили ты что-то задумала ха 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 а женщины уже говорили тебе что ты очень красив разумеется когда просили о какой-нибудь услуге ну это было еще в дына риме эти женщины были не такими как ты в смысле что вот уж не хочешь ли ты этим сказать что и сама считаешь меня красивым ты знаешь что красив алистер может и так приятно слышать похвалу из уст хорошенькой девушки особенно если с минуты на минуту рискуешь напороться на меч и теперь я должен возвратить тебе комплимент это было бы мило хорошо я об этом подумаю и очень скоро ну эй так не честно ладно побежали дальше поразвлекались и хватит ой что-то я же сама смутилась ну ладно у меня такое бывает мы же по-моему туда должны были идти да 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 все так мы еще могли кстати пройти с вами через тот мост но ладно уж пойдем здесь куда мы с вами теперь двинемся да вот и ринг еще жив давайте в деревню редклиф пойдем с вами наконец-то уж хоть что-то по сюжетной сделаем ну естественно на нас уже кто-то напоролся ну куда же без этого ладно уж показал и хватит я поняла что у нас сражение очередное я так и знала кстати почему то что именно здесь у нас целых две проблемы окей окей так того мы прикончили еще на луше так у меня шоу и петель сколько лошки опять волчилом шоу нет фигеть смотрите обезвредить не удалось ну естественно значит надо просто их обойти да что ж такое я хотела нажать ладно у меня вопрос я этого ожидал да ну впрочем ладно забудь хорошо а идем почему то нет никаких диалогов с ним ладно обойдемся как-нибудь диалоги появятся когда на него соответствующее влияние поднимется так что ожидайте в скором времени хотя фиг его знает на стену тоже очень сложно повлиять он тоже очень сложный человек прямо как Мориган точнее он не человек он как мне сказали косит я могла бы в принципе об этом и догадаться что он косит потому что коситов было до хрена в этом в Драгонейдж 2 и они были на сцене все похожи но почему то я об этом не догадалась все потому что я лохушка река Хантер или Хартер что-то или Хавтер не могу никак прочитать вот здесь вот которое написано о сейчас нам Алистер расскажет свою тайну слушай мы можем поговорить я должен кое-что тебе рассказать давно бы уже следовало честно говоря а что ты там еще надумал я же уже говорил тебе что меня растил эрла Омон верно что моя мать прислуживала в замке а он меня потом взял на попечение так вот он это сделал потому что потому что мой отец король Мерик значит Кайлан мне приходится единокровным братом вы не замечали что Алистер и Кайлан кстати похоже я вот когда узнала что они братья я это сразу заметила когда я еще не знала блин я этого как-то не замечала разве тебя это не делает наследником трона дыхание создателя надеюсь что нет я так не думаю ты ведь тоже так не думаешь правда я незаконно рожденный про меня даже никому не известно я бы и сказал но не думал что это так уж важно я был неудобен я представлял собой угрозу власти Кайлона и потому меня скрывали я никогда и ни с кем не говорил об этом да почему сразу угроза блин кто знал те либо сторонились меня либо наоборот носились как с тухлым яйцом даже Дункан не посылал меня в бой из-за этого покуда было можно я не хотел чтобы ты это знала извини тем не менее сказал уже я вполне тебя понимаю это хорошо я рад впрочем никаких особых повлажек я не получал и на том спасибо как бы то ни было вот тебе вся правда именно это я должен был тебе рассказать я подумал что тебе следует об этом знать угу значит ты наследник престола будем надеяться что нет я сын простолюдинки и серый страж вдобавок мне с самого начала ясно дали понять что не следует поднимать мятеж и все такое и меня это более чем устраивает нет если уж искать наследника то это будет сам Эрлэ Амон он не королевской крови но он дядя Кайлона и народ его любит а это куда важнее ну вот ты все знаешь а теперь давай просто пойдем дальше и будем делать вид что я просто заурядный тип которому повезло не погибнуть со всеми серыми стражами как изволите ваше высочество о создатель пожалею я еще об этом чует мое сердце да ладно тебе не дуйся плюс 2 окей хорошо хоть не минус 2 ладно мы с вами на этом закончим потому что уже времени прошло больше чем надо мы с вами все таки уложились и прошли Астагар как я и хотела продолжим мы в следующей серии я не знаю когда она выйдет честно просто катастрофа с этим с временем но тем не менее постараюсь выложить это сегодня на этом все всем спасибо за внимание с вами была Анестезия всем удачи всем пока